Нынешние празднования годовщины Дня войска Польского будут крупнейшими с 1989 года. Множество торжественных мероприятий пройдут накануне, а кульминацией станет военный парад. Он традиционно пройдет на Вислостраде. Подготовительные работы к параду здесь ведутся полным ходом. Сооружены специальные высотные конструкции, с которых будет проходить прямая трансляция парада, а у подножья Королевского замка уже сооружают главную сцену, где выступят первые лица государства. Посетить парад или посмотреть его из дому в прямом эфире приглашают польские военные. Накануне оркестр войска Польского устроил в центре города своеобразный флешмоб. Девиз военного парада этого года звучит как «щильно бяло-червоно». Речь идет о нескольких смыслах. Во-первых, сильной армии, а во-вторых, бело-красных цветах, символизирующих флаг Польши. Мы хотим показать, что мы сильны, потому что мы понимаем все эти угрозы и вызовы, которые находятся за нашей восточной границей. И так, как наши предки в 2020 году. Ведь день войска Польского – это день памяти битвы Варшавской, когда войско Польское остановило армию большевиков. А сейчас наша сильная бело-красная показывает, что мы сильны. Мы готовы и можем защищать себя от России Путина. Она показывает, что мы сильны. Министр обороны Мариуш Блащик рассказал, что парад этого года будет один из самых зрелищных. Веслострадой проедут образцы всей современной техники, которой располагает войско Польское. А полякам, к слову, есть что продемонстрировать. Война в Украине подстегнула Польшу к наращиванию своего оборонно-промышленного комплекса и заключению множества новых оборонных контрактов. В частности, с Южной Кореей, США и Германией. И сейчас войско Польское является одной из самых модернизированных армий мира, а танковая группировка считается крупнейшей в Европе. 15 августа мы покажем нашу силу, силу единства перед лицом тех угроз, которые находятся на наших восточных границах. Это очень важно для нас, показать, что поляки стоят стеной и поддерживают польскую армию. А польские солдаты хорошо обучены по всем международным стандартам и могут использовать современное вооружение. Это доказательство того, что войско Польское стоит на страже нашей безопасности. 15 августа Веслострадой проедут американские Абрамсы, южнокорейские танки К-2, Гаубицы К-9. Они, к слову, считаются одним из лучших в мире, и именно на их основе производятся польские Саукраб, которые также будут участвовать в параде. Кроме того, Веслострадой проедут и хорошо известные всем украинцам американские Хаймерсы и Патриоты. Эти установки ныне охраняют восточные фланги Польши. Кульминацией же парада станет авиашоу. Над Варшавой пролетят американские вертолеты Апачи, новейшие и легендарные истребители F-35, южнокорейские F-A-50 и турецкие Байрактары. Примет участие в параде также и авиация сил союзников. В целом это около 200 единиц техники и 2000 военных.